Вот так основательно строители трудятся день за днём, возводя объект, которого ждёт без преувеличения весь посёлок. В садик будет рассчитан на 200 мест. Сюда пойдут малыши старше двух с половиной лет, которые сейчас стоят на очереди за получением путёвки. Мы все понимаем важность этого объекта, потому что короваются на самом деле ждут этого детского сада, потому как здесь, как нигде в муниципальном районе, нехватка детских мест. И к нам подходят даже жители и местные жители и спрашивают, а когда же всё-таки у вас дача этого детского садика? Ну, мы идём в графике, 1 сентября ваши дети смогут пойти в детский садик. Более 100 миллионов рублей – такова стоимость объекта. Это деньги бюджетов всех уровней. Убедиться, что их освоение идёт в соответствии с планами, губернатор Сергей Ситников сегодня приехал лично. По итогам осмотра стройплощадки оценка главы региона положительная. Фундамент и кирпичная окладка здания полностью завершены. Подведены наружные инженерные сети. Вода и теплоснабжение, водоотведение, электричество. Впереди установка кровли и внутренние коммуникации. Сейчас на потолке ещё видны бетонные плиты, а вокруг кирпичные стены только что покрыты штукатуркой. И довольно сложно поверить, что пройдёт всего несколько месяцев, как это серое помещение площадью 50 квадратных метров превратится в разноцветную детскую спальню. Объект соответствует всем противопожарным требованиям, всем экологическим нормам. Все материалы, которые задействованы на детском садике, они все, как говорится, с сертикатами пожарной безопасности, сертикат СС, то есть это обязательно. И, соответственно, все материалы, которые применяются, проходят входной контроль материалов. С наступлением тёплых весенних дней темпы работ будут увеличены, обещают строители. Ведь впереди самый важный этап – отделка и благоустройство территории. Новый детский сад обещает стать ещё одним звеном в череде ярких проектов, реализуемых в сфере дошкольного образования. На будущее всем нам надо будет очень серьёзно задуматься о том, как мы будем использовать детские сады, особенно в тех местах, где концентрация их очень высокая. Потому что, как мне представляется, через некоторое время у нас будет возникать проблема не столько с детскими садами, сколько с начальной школой. Очень важно учитывать все эти моменты, и проекты сегодня реализованы таким образом, чтобы по детским садам, вновь вводимым в эксплуатацию, можно было эти сады использовать сразу же, как и начальную школу.